Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы опять на моём канале. Меня зовут Оксана. И сегодня, на мой взгляд, это долгожданное видео, потому что сегодня я наконец-то открываю мои новые китайские кисточки из Янота. Эти кисточки я получила из Гонконга. Я их там заказала в каком-то магазине. Вот эта фирма. Крейн Каллиграфи Арт. Я ничего не знаю об этой фирме, ничего не знаю об этих кисточках. Но я имею в виду, что я не умею ими работать. Я предполагаю, что в принципе так же, как и всеми кисточками. Я вообще не мастер каллиграфии, я не мастер работы с китайскими материалами. И на моём канале в последнее время вы видели китайские кисточки, и их будет даже ещё больше. Потому что мне китайские кисточки понравились, но работать я ими буду в своём традиционном стиле. Эта кисточка была так серьёзно заклеена даже внутри. Обычно кисточки заклеивают снаружи, и когда вы их размываете, то это достаточно быстро. Но эта кисточка так проклеена, что у меня ушло где-то 5 минут её вот так замачивать в тёплой воде. Конечно же, я не показываю все эти 5 минут. У меня были мысли, что я сейчас её размочу, и весь этот волос вылезет. Но не вылез. Некоторые, конечно, волосинки вылазят, но я так поняла, что в китайских кисточках это норма. Даже если вы покупаете очень дорогие кисточки, всё равно ворса будет лезть. Мне кто-то написал, что этот человек купил или купила китайские кисточки, и когда размачивали, то из кисточки выходило что-то такое коричнево-оранжевое. И оказалось, что ворса была какая-то совсем другая, не то, за что её выдавали, просто покрашена. И вот когда её кунули в тёплую воду, то эта краска начала сходить, и было понятно, что эта кисточка не та, которую человек покупал. У меня были такие мысли. Потому что эти кисточки на фотографиях, когда я их покупала, были очень такие красивые вот эти полосочки, так красиво выглядят. И у меня была мысль, что это просто крашеная коза. Но сейчас не похоже на это, сейчас я верю, что это на самом деле янот. Я никогда не видела и не пользовалась кисточкой из янота, и для меня это очень интересно. Конечно же, вы задаётесь вопросом о цене. За сколько же я эти кисточки купила? Вот эта пачка, две кисточки вместе, было 27, может быть 28 долларов, я точно не помню. Может там типа 27,99. В Америке любят такие цены. Пересылка была бесплатная. Сейчас вообще в Америке это как стандарт. Бесплатная пересылка. Очень редко вы найдёте магазин или производителя, который берёт деньги за пересылку. Они берут с покупателя эти деньги тогда, когда покупатель хочет вернуть товар. И таким образом они стимулируют к тому, чтобы товар не возвращали. Но не все, конечно. Если покупать через Амазон, то обычно и пересылка бесплатная, и возврат бесплатный. Ну вот, наконец-то. Это на видео у меня 3 минуты 30 секунд. На самом деле это было 5 минут. Вот. Представляете, как долго надо было размачивать эту кисточку. В целом мне эта кисточка очень понравилась. Она чем-то похожа на козу, но она держит меньше воды, чем коза. И таким образом её надо более часто макать в воду. Но это также значит, что ей немного легче пользоваться, если ты начинающий в китайской живописи. Или начинающий, который пользуется китайскими кисточками. Бумага у меня сегодня из альбома. Это тот же альбом, которым я пользовалась последние несколько видео. Это целлюлёзная бумага. Я бы не сказала, что хорошего качества, но и не самая плохая. Просто я уже как-то к этому альбому привыкла. К тому же у меня, не знаю, либо привычка, либо что это. Я не могу бросать альбомы неоконченными. Если я начала какой-то альбом, то мне надо его окончить для того, чтобы перейти на какой-то другой материал, другую бумагу или другой альбом. Для меня единственное спасение от такой привычки это покупать просто листы бумаги, когда это не альбом. Тогда я могу один день пользоваться одной бумагой, на другой день какой-то другой бумагой. Но если я начала альбом, то всё, я к нему привязана. Я, конечно, буду пытаться сегодня нарисовать что-то визуально привлекательное. Но цель у меня сегодня просто попробовать эту кисточку, просто ей побаловаться, просто посмотреть, что она умеет делать из того, что я люблю. Как, например, брызгать, как, например, создавать потёки. Ну и в то же время делать кое-какие детали. Вот что мне сразу понравилось в этой кисточке с первых мазков. Но, в принципе, такое делают и другие китайские кисточки. Это то, что она легко переходит из круглого состояния в плоское и потом обратно в круглое. Кстати, брызгает эта кисточка так себе. Коза брызгает намного лучше, намного больше этих брызг, в разные стороны разлетается. Здесь надо прилагать усилия. Но это из-за того, что кисточка содержит меньше воды. С другой стороны, так легче контролировать то, что вы делаете. В общем, ко всему надо привыкать. Ну, конечно, ещё один момент, что опять я рисую в комнате, на столе. Я не хочу, чтобы у меня всё вокруг было забрызганное. Может быть, если бы это было в гараже, то я бы дала волю своей руке. И так бы всё это интенсивно забрызгало. Но опять же, всему своё место. Может быть, это и хорошо, что у меня брызги такие маленькие точечки. Может, для этой работы как раз такой вариант мне бы и подошёл больше. Что я буду пытаться сделать? Я буду пытаться сделать туман. В тумане там какой-то лес, намёки на лес. И на переднем плане одно или два дерева. Комментировать я почти ничего не буду. Видео не ускоренное. Единственное, что вырезано, это процесс высыхания. Когда я ставила, скажем, на 20 минут работу, чтобы она высохла и ушла, а потом вернулась и опять включила камеру. Но так, в принципе, видео насчёт техники, оно само собой всё объясняет. А сегодня я бы хотела ответить на некоторые вопросы, особенно поговорить о бумаге. Потому что о бумаге меня спрашивают очень часто. Я решил включить видеокамеру в компьютере, чтобы вы могли видеть, кто с вами разговаривает, посмотреть на мою обстановку в этой комнате. Ну хорошо. Что всё-таки касается бумаги. Я думала сделать видео, где показать разные бумаги и как я их растягиваю. Но потом я подумала, и это очень дорогой проект, скажем так. Потому что показать один лист бумаги, это показать ничего, скажем так. Это надо показывать разные бумаги. Ну и я обычно не натягиваю 10 разных бумаг, а потом, типа, медленно на них рисую. Мне нужна бумага, я её натянула, нарисовала, сняла, на эту же доску, на этот же планшет натягиваю другую. Ну и это уже не совсем правда. С тех пор, когда я познакомилась с Альваро Кастаньет, а это было 5 лет назад, и я увидела, как он работает с акварельной бумагой, с тех пор я никогда бумагу больше не натягиваю. Он совершенно не волнуется о том, что где-то какие-то волны, морщины. Он просто берёт сухую бумагу, ложит на планшет, приклеивает скотчем, и потом работает, а там уже выкручивается из разных ситуаций. Но если вы употребляете хорошую бумагу, как бумага Арчес, то она не будет давать волны, она не будет коробиться, её растягивать не надо. Даже если эта бумага 140 паундов, это так называют в Америке, в России это 300 грамм. Ну, конечно же, это ещё при условии, что вы работаете под углом, где-то градусов 30. Что касается более тонкой акварельной бумаги, я бы, конечно, советовал её растягивать, потому что она легко впитывает воду, и она начинает давать слишком большую волну, даже если ваш планшет под наклоном. Ну, и вот как её растягивать. Я на такой бумаге уже очень давно не рисовала. Но я вам расскажу то, как я раньше растягивала бумагу. И я считала это, не сказать чтобы мучением, но тем, что меня тормозило в моём развитии в акварели. Потому что как только подумаешь о том, что бумагу надо растягивать, ты уже ничего не хочешь делать. Что я делала раньше? И это независимо от того, какая бумага. Целлюлёзная, хлопок, толстая, тонкая, дорогая, дешёвая. Это мне вот так преподаватель показал, и я это делала. Сначала я замачивала эту бумагу ванной. Прям наливала воду, и туда опускала, и в ванной я её держала 5, иногда 10 минут. Потом её оттуда аккуратно поднимаешь, промокаешь полотенцем, чтоб сильно не текло, и несёшь на планшет. Ложишь на планшет. Даёшь полежать минуты 2, чтоб она стала плоской на этом планшете. Потом её надо немножечко растянуть руками, то есть ей надо помочь выровняться. Рано или поздно эта бумага прилипнет к этому планшету и будет прям как будто с ним вместе, как будто она ему принадлежит. И вот тогда в это время вы берёте стейпл, это строительный стейпл, чтоб он был сильный, и начинаете по краям этим стейплом забивать эту бумагу. Это значит, планшет должен быть деревянный, конечно, чтоб стейпл туда вошёл. Ну и всё. Потом вы ждёте сутки, чтоб эта бумага высохла. Работать на ней вы будете только на следующий день. Конечно, когда бумага высыхает, она начинает сжиматься, и во всех местах, где были скрепки, то там будет немного порвано, растянуто. Но дело в том, что когда вы вбиваете эти скрепки, то вы уже понимаете, что та часть, она отрежется, либо она уйдёт под паспорту. И общий вид, и ощущение будет такое, как будто эта бумага натянута на барабан, она будет ровная. И когда вы по ней начнёте работать, и даже если вы её полностью намочите водой, то она всё равно будет натянутая. Это самый дешёвый способ натянуть бумагу. Есть специальные планшеты, я знаю, их делают в Англии, для того, чтобы натягивать бумагу. И получается, что вы теряете, ну, сантиметров пять с каждого края бумаги. То есть вы берёте эту мокрую бумагу, ложите на планшет, заворачиваете края, и там такие специальные, как скрепки. И вы закрепляете этими скрепками, и когда бумага высыхает, то она сжимается на этом планшете, и опять же такое ощущение, что она натянутая на барабан. И потом, когда вы по ней работаете, то эта бумага не коробится, даже если вы полностью её опять намочите. Где-то у меня есть видео, где я показываю этот планшет, потому что он у меня есть. Вот такой был процесс раньше у меня натягивания бумаги. Я также ещё пользовалась такой липкой лентой. Я не знаю, как её даже и описать. Это была бумажная лента из какой-то очень сильной бумаги, которую просто так рукой не порвать. Нужны были ножницы, чтобы отрезать. С одной стороны эта лента была проклеена клеем. И этот клей, он на ощупь, ну, просто скользкий, как типа желатин. Но когда вы ложите эту бумагу на планшет, планшет мокрый, бумага мокрая, и вы приклеиваете эту ленту, она сразу прилипает, сразу прикрепляется. И когда это высохнет, то эту ленту уже ничем не оторвать. Её не отмочить, её не размочить. То есть получается обочина бумаги, где лента приклеена, потеряна. Потом вам надо просто её срезать. Ну и срывать эту ленту с дерева. Дерево эта лента не испортит. Но от бумаги её уже не оторвать. Она, конечно, держит намертво. И эта бумага не коробится. И с ней ничего не случится. Но опять это мучение. Эта лента прилипает к вашим рукам. Она легко прилипает к себе. В общем, я никогда не получала удовольствия от этого процесса. И меня это замедляло. Я тогда только подумала бы, что вот мне надо растянуть бумагу, что прессовать. то следующая мысль сразу приходила в голову, что с маслом меньше мороки и лучше я тогда пойду и буду работать маслом. Ну так оно и было. Я в то время больше работала маслом и меньше акварелью. Я пока себя уберу, потому что я хочу вам сейчас показать вид из другой камеры, более общий вид. И вы увидите, как закреплена или держится эта бумага. но она не растянута. Эта бумага у меня сейчас просто закреплена тремя прищепками. Две сбоку, вот сейчас видно, и одна сверху. Всё. Больше никакой растяжки нет. Я думаю, вы обратили внимание, что в начале видео я намочила эту бумагу, просто прошлась кисточкой, водой, и получается, что она бы покоребилась. Если бы она лежала плоско, но из-за того, что она под углом, я думаю, такой угол, градусов 30-35 может быть, то эта бумага даёт такую лёгкую волну, но не смертельную. Если же у вас есть такое ощущение, что вы уже всё испробовали, вы уже испробовали разные бумаги, разные виды растяжки, она всё равно коробится, и работать невозможно. Скорее всего, ситуация такая, вы пытаетесь использовать очень много воды на бумаге, которая для этого не предназначена. Вот есть, например, бумага фирмы, по-моему, произносится Шизен, я уже точно не помню, но это индийская бумага, она на вид очень яркая, очень красивая, стопроцентный хлопок, такая вся волнистая, рельефная, и кажется, ну всё, на ней сейчас такая работа получится. У меня где-то есть видео старое года два-три назад, где я первый раз работаю на этой бумаге. Я тогда купила пачку пять листов, все пять листов были испорчены. На этой бумаге какая-то проклейка, что эта бумага вся в себя всё впитывает, как будто бы это губка, как будто это спанч. Её невозможно не растянуть, вообще с ней невозможно ничего сделать. Вот если вы покупаете бумагу подобного рода, то скорее всего у вас и не будет получаться растяжка. Люди думают, что хлопок всё, купил хлопок, это хорошая бумага, всё получится. Нет, эти бумаги тоже разные. Вы даже представьте себе хлопок, скажем, ткань или просто кусок хлопка, и представьте, как он мочится, как он в себя всё это впитывает, он становится мягкий, легко растягивающийся. бумага то же самое. Например, бумага Арчис так себя не ведёт, или, скажем, Фабриана Артистика, она растягивается больше, чем Арчис, но всё-таки не смертельна. То есть, почему эта бумага так себя ведёт? Потому что они туда внедряют, может быть, какие-то там ещё волокна, потом они делают какую-то специальную проклейку, что эта бумага держится, они в бумагу добавляют желатин, в общем, там достаточно сложная формула, чтобы сделать хорошую акварельную бумагу из хлопка. Кстати, давненько, лет 5-6 назад, я пыталась сделать свою бумагу из хлопка чисто для себя, не для продажи. Я покупала сырой материал, и этот хлопок приходит в таких прессованных квадратных брикетах. И вот этот надо было сначала размочить где-то сутки, наверное, в тёплой воде, просто в ведре. Потом это надо было поместить в блендер, и я использовал обыкновенный пищевой блендер. Но этот блендер потом для пищи использовать нельзя, потому что этот хлопок везде, он везде прилипает, его отмыть потом невозможно. Ну, в общем, ладно, потом в этом блендере его надо долго крутить, потом оно опять ещё сутки вот так стоит, потом опять его в блендере надо крутить, ну, а потом необходимо сделать такую, как типа растянутую сетку, которой вы вылавливаете этот хлопок, поднимаете на поверхность, оно стекает, и вот так оно три дня высыхает. И потом, когда вы снимаете, то у вас получается бумага вот точно такая, как у этой фирмы Shizan. Использовать её, в принципе, невозможно для акварели. Найти какой-то рецепт акварельной прокладки это очень тяжело, они все это держат в большом секрете. Я нашла какую-то старую книгу ещё 37-го года, но она много раз перепечатывалась, то есть эта книга на начало века, скажем так, то там есть рецепты разных прокладок, но опять же этих материалов уже нет, а если есть, они дорогие, их тяжело купить, это много мороки, эту проклейку надо варить специально, и она варится достаточно долго, в общем, это не стоит того, чтобы с этим связываться, и я тогда решила, что всё-таки самое лучшее это покупать уже готовую хорошую акварельную бумагу. Что ещё я могу сказать полезного о растяжке акварельной бумаги? Наверное, это то, что растяжка нужна тогда, когда вы хотите работать по сухому, то есть вы эту бумагу замочили, вы её растянули либо стейплером, либо этой смертельной липкой лентой, скажем так, простой скотч, он мокрый не приклеивает, а потом вы ждёте, чтобы это высохло, и чтобы вы потом работали на растянутой бумаге. Если вы работаете по сырому, то вам этого всего не надо, вы просто намочите эту бумагу, положите на ваш планшет, подождёте, когда эта бумага потеряет блеск, но она всё ещё будет гладкая, она не будет коробиться, и тогда на ней можно работать. Если мы говорим о целлюлёзной бумаге, и вы замачиваете целлюлёзную бумагу, то, наверное, это структура этой целлюлёзы, я не знаю почему, но очень часто целлюлёзные бумаги, они не разглаживаются, они не принимают форму планшета, вы их что растягиваете, что не растягиваете, они всё равно будут волнистые. Ну, с растяжкой, конечно, можно какую-то часть волны там убрать или уменьшить, но в принципе эта бумага всё равно будет покоробленная. И потом она, когда высохнет, она может быть будет и ровненькая, но когда вы начнёте опять на ней работать, она опять в каких-то местах даст пузыри или какую-то волну. Вы меня извините, что моё лицо постоянно прыгает по экрану в разные точки, я просто не хочу собой закрывать свою новую красивую кисточку, либо то, что получается на экране, поэтому я всё время пытаюсь найти какое-то место, которое будет более-менее безопасное. Ну, и завершение о бумаге. Я сейчас готовлю видео, вернее, это видео у меня в уме, я ещё его не готовлю, потому что я жду бумагу. Я заказала много разной бумаги, здесь у нас есть продавец, который закупает разную бумагу и составляет папки на заказы. Я вот заказала одну страницу такой бумаги, вторую такой, третью там ещё какой-то, в общем, заказала много разной бумаги, хорошей, я так думаю, бумаги, и я хочу вырезать такие полосы сантиметров по 10 из этих бумаг, склеить их вместе, чтобы создать одну страницу хорошую и потом сделать видео, как я работаю на вот этой моей склеенной бумаге и посмотреть на какой полосе что и как получится. Я думаю, что это самый лучший способ сравнить эту бумагу, иначе я как-то придумать ничего не могу. Если отдельно рисовать на одной бумаге, а потом на второй бумаге, а потом сравнивать, это всё-таки не то, когда это прямо вот сразу наглядно перед вашими глазами. В общем, как только я получу эту бумагу и как только я додумаюсь, как её хорошо склеить, так, чтобы на передней стороне не проходил клей, ничего такого подобного, то я выпущу это видео. А моя работа сейчас уже на завершающей стадии, это сейчас детали. Очень часто в Америке художники это называют просто каллиграфией, то есть первый этап это заливка какого-то тона, забрызгивание, скажем, этого тона, потом это высыхает, второй этап вы создаете общий вид для того, чтобы на нём потом наносить детали, то есть это какие-то там размытые деревья, скажем так, потом третий этап вы уточняете, где ствол, где веточка, и последний этап вы наносите каллиграфию, разные точечки, тонкие линии, и говорят, что это то, в чём различия художников акварели, что у каждого свой почерк, что любой может сделать заливку, что это не проблема, что любой может сделать второй слой, это тоже не проблема, этот общий вид деревьев тоже любой человек сделает, а вот каллиграфия это то, в чём мы все отличаемся, и нанесение этих мелких деталей это как раз то, когда мы часто портим свои работы, это такой частый феномен, и я слышу такое очень часто, и не только от начинающих акварелистов, но и тех, кто уже работает акварелью много лет, что человек начинает так хорошо, так красиво, и потом второй слой тоже вроде бы как ничего, даже прошёл эту аглистейдж, то есть ту некрасивую стадию в акварели, но потом начинает делать детали, обязательно дрогнула рука, и где линия должна была прямой, она не прямая, обязательно где-то закрасилось белое пятно, которое хотелось оставить, в общем, в этот последний момент почему-то всё идёт не так, как хочется, и человек расстраивается, и на этом типа конец, и акварелью этот человек больше заниматься не хочет, потому что считает, что у них не получается, а всё вот именно в этом последнем процессе, и я вам могу дать такой совет, но, кстати, я не исключение, я тоже порчу свои работы вот в конце в этой стадии, но благодаря тому, что я их порчу, я чему-то научилась, и вот поэтому я могу вам дать совет, вернее, я хочу вам дать совет, запланируйте, что вы хотите сделать, какие детали вы хотите сделать, и сделайте в два раза меньше, потому что то, что вы планируете, это как правило слишком много, и то, что работу испортит, то есть вы на это посмотрели, и вы так, вот здесь будет веточка, вот здесь лепесток, вот здесь точечки, которые покажут сгусток этих листиков, вот здесь что-то ещё, а потом, когда вы начинаете, сделайте в два раза меньше, можно логически подумать, что отрезать, но просто задайтесь этой целью, если вы продумали сделать десять элементов, сделайте пять, и вы посмотрите, какая будет большая разница, и всё это почему имеется ввиду, почему мы портим эту работу, и почему когда вы делаете меньше деталей, то будет лучше, потому что в этой последней стадии этот новый слой, который вы наносите, он теряет прозрачность, то есть все вот эти точки, которые я сейчас ставлю, они все будут непрозрачные, ну конечно на сто процентов акварель никогда не теряет прозрачность, но по сравнению с другими местами эти места будут непрозрачные, сейчас они у меня не будут выглядеть грязные, вы уже это видите, но это потому, что в принципе цвет, который я использую похожий, там у меня был какой-то зеленый, по-моему два оттенка зеленых, и какой-то голубой, и индиго, то есть там было всего четыре цвета, эти все цвета они чем-то похожи, они друг друга не портят, если бы у меня была более колоритная картина, и вот сейчас я бы наносила вот эти точки там зеленые или еще какие-то, то они бы могли выглядеть грязными, получается, что непрозрачность и грязь в акварели идут вместе, рука об руку, и поэтому когда вы наносите вот эти последние элементы, вам на это надо обращать внимание, и я лично ничего против не имею непрозрачной акварели, мне даже они очень часто нравятся, просто что смотря какая задача, если весь стиль акварели он прозрачный, вот как моя эта работа, здесь все бьется на прозрачность, то добавлять детали, которые испортят эту прозрачность, мне бы не хотелось. Продумывание это тоже такое интересное дело, слишком много логики, это тоже не сильно хорошо. И что я имею ввиду, я дала этой работе высохнуть, я отошла, я кстати сейчас специально себя убрала, чтобы вы видели общий вид, то что видела я, и я отошла, и я решила, что мне вот это светлое пятно между двумя деревьями не надо, что у меня уже есть светлое небо, мне этого достаточно, и поэтому я здесь сейчас быстро делаю еще одну заливку, которая даст намек на то, что там в тумане еще есть деревья, мне не надо определять какие-то деревья, будет слишком много деталей, общая светлая прозрачная форма, и этого достаточно. А почему вот то, что я сейчас делаю, будет прозрачное? Потому что цвет похожий, если б я, например, сейчас это делала каким-то красноватым оттенком, то возможно уже было бы грязно. Вы, наверное, обращаете внимание на тыканье кисточкой. Дело в том, что целлюлеза, она в этом опасная. Если вы хотите сделать второй слой даже по высохшей краске, и вы будете протягивать кисточку даже чуть-чуть, она будет слизывать предыдущий слой. То есть в этом смысле что я делаю? Я намачиваю этот участок, который мне надо, и потом я туда просто тыкаю кисточкой. Ну, конечно, если в каком-то месте я хочу сделать более светлый оттенок, то я его этой кисточкой, я скажу так, слизываю. А так в основном тыканье. И как вы видите, оно высыхает нормально, никаких точек не осталось. Ну, а теперь мне также не нравится вот это пустое пространство. И я хочу его заполнить такой легкой веточкой, которая где-то там чуть дальше, веточка создала все-таки какой-то баланс, и чтобы мне вот это расстояние между деревьями не бросалось в глаза. Но лепить еще на дерево между ними я не хочу, потому что тогда потеряется вся вот эта воздушность сзади, весь тут далекий лес, все это будет незаметно. Ну, что ж, а на этом моя работа подошла к концу. Сейчас она перед вами полностью сухая. Как вы видите, получился приятный цвет. Я надеюсь, что вам понравилось видео, я надеюсь, что вы оставите свои комментарии, может быть, дадите какие-то советы по поводу будущего видео об акварельной бумаге. Ну, что ж, это все. Удачи вам всем в вашем творчестве, здоровья, и возвращайтесь на мой канал.